Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. 21 глава начинается вводной такой формулой. Пророчество о пустыне Приморской. Маса Мидбар Ям. Маса – это пророчество, содержащее угрозы и вести о наказании. Кстати, следующая глава тоже будет начинаться с этого слова – Маса. Приморская пустыня или Приморская степь, Мидбар – это область, расположенная в Южной Месопотамии, скорее всего, может быть, Элам. Элам. Дальше будет говориться в следующем стихе как раз об Эламе. Пророчество о пустыне Приморской. Никакой пустыни с таким названием нет, но встречается дважды это название в Священном Писании. Пустыня Приморская. Мидбар Ям. Приморье – это не только тот регион, где находится Владивосток, но это еще и Южная Месопотамия, там, где сейчас Кувейт, Ирак и самая западная, может быть, часть Ирана. И вот там будет происходить очень важное событие, о котором говорится в 21 главе книги Исаии. Глава эта очень трудная, много названий, много намеков на какие-то события, которые совершились, совершаются или будут совершаться. Приморья содержит много названий, много имен, собственных географических названий, топонимов, в которых следует разбираться для того, чтобы понять содержание этой 21 главы. Итак, Приморье – это Южная Вавилония, возможно, Элам. Вообще, главная тема этой главы – это падение Вавилона. Падение Вавилона. Мы об этом будем читать в 9 стихе. Звучит ликующий возглас «Пал, пал, Бавель, Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Идолы богов были разбиты в Египте. Теперь очередь дошла до Вавилонии. Как известно, в 539 году союзные войска медян и персов взяли Вавилон, победили вавилонян, и началась персидская эпоха в 539 году до Рождества Христова. Но, возможно, в этой самой 21 главе, когда обо всем этом говорится, о падении Вавилона, возможно, 21 глава воспроизводит более древнюю поэму. Написано в стихотворной форме она. Воспроизводит, возможно, более древнюю поэму. Поэму о падении Ниневии. Не Вавилона, а Ниневии. Ну, несколько, говорят ученые, вот несколько модифицировав поэму о падении Ниневии, то есть в конце Ашура, в 612 году медийцы вместе с вавилонянами взяли столицу Ассирии Ниневию, город Нинве, и был по этому поводу составлен какой-то гимн. А в книге Исаии, возможно, речь как раз используется этот гимн, но уже модифицирован и направлен не против Ниневии, а против Бавеля, против Вавилона. Итак, мы читаем это самое пророчество о пустыне Приморской. «Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной». Пустыня, страшная земля, оттуда идет враг. «Грозное видение показано мне», — говорит пророк. «Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Элам, осаждай, Мид». Мид — это не Министерство иностранных дел, это медийцы. «Всем стенанием я положу конец». Такие вот возгласы, возгласы, призывы, которые звучат в пророческой книге, они отражают то состояние, которое было или перед падением Ниневии, или перед падением Вавилона. Ну, в данном случае Вавилона, потому что речь в девятом стихе будет идти именно о Вавилоне. Но, возможно, в основе этой поэмы, поэмы 21 главы, больше ее части, до, скажем так, до 10 стиха включительно, речь идет, изначально речь шла о Ниневии, а не о Вавилоне. Итак, продолжаем читать. «От этого чресла мои трясутся, муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу, я смущен от того, что вижу. Пророк глубоко переживает божественную весть, весть о падении Вавилона». Но, с другой стороны, ведь с падением Вавилона заканчиваются страдания и муки израильского народа. И это пророчество также можно рассматривать как весть о скором освобождении израильтян из Вавилонского плена. И поэтому дальше будут слышны ликования. «Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня, отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня». Очень поэтично пророк описывает свое состояние, когда он услышал эту весть, грозную весть о готовящемся, наступающем, неотвратимо наступающем падении Вавилона. Вавилон — это оплот зла, так же, как и Неневия, впрочем, оплот зла и враждебности для иудеев. «Приготовляют стол, растилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты». Интересно заметить, что в пятой главе книги Даниэля, а также у Геродота в его истории, говорится о том, что Вавилон пал в руки персов, был покорен, побежден, захвачен во время ночного пиршества. Ночной пир с оргиями. И вот во время этого неожиданно город оказывается во власти персов, и захватывается дворец, и вавилонский царь оказывается у персов в руках, оканчивается персидская эпоха. Это 539 год до Рождества Христова, если речь идет об этом именно событии, которые описывает Даниил, пророк, и описывает Геродот. «Ибо так сказал мне Господь». Пророк дальше цитирует Господа, который обращается к нему. Прямая речь Господа. «Пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». Городская стена, стражевые башни по углам высокие, на них стражи, стражники. Ночь делилась на четыре стражи. Естественно, что зимой эти стражи были чуть длиннее, летом чуть короче, потому что... Ночные, я имею в виду, стражи, потому что ночь зимой длиннее, чем летом. Хотя в тех южных широтах такая разница, не такая большая разница, конечно, как в наших северных. И что же дальше? «И увидел он», вот этот самый сторож, кстати, часто пророки называются тоже стражами, под стражами подразумеваются пророки. Может быть, здесь метафорически говорится о пророке как стражи. А может быть, речь идет конкретно, уже без всякой метафоры, о стражниках, которые охраняют город. «И увидел он», вот этот самый сторож, стражник, «едущих попарно всадниках на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах, и вслушивался он прилежно с большим вниманием». Эти попарно едущие на разных видах животных всадники — это вестники. Один за другим они приносят весть, «Грозную весть о приближающемся вражеском полчище». «И закричал лев». Следует заметить, что в синодальном переводе добавлено еще «как» курсивом, то есть такая интерпретационная вставка для связности речи. Но на самом деле в синодальном переводе, синодальный перевод не точен. В еврейском тексте говорится «и закричал лев». «Ваекра арье». Странно, что за лев. Пророк говорит о себе, скорее всего, себя называет львом, арье. Ну, вот эту загадку восьмого стиха может помочь разрешить кумранская рукопись. Кумранская рукопись, одна из рукописей книги пророка Исаии, содержит вместо лев, там, где в масорецком тексте стоит лев, в масорецкой рукописи стоит «ароэ». «Роэ» с артиклем определенным. «Ароэ» означает «видящий», «глядящий», «смотрящий». Кстати, именно «роэ», «роим» так называются пророки до монархической эпохи, в ранние времена. Называться они могут «роэ», «видящий», «провидец» или «хозе», тот, кто видит видение, визионер. Вот здесь и закричал «видящий», «ароэ», так в кумранской рукописи книги Исаии. Вот этот самый «видящий» — это, по всей видимости, пророк Исаия. Что же он кричит? «Господин мой» или того, кого послал Исаия, другого пророка или просто стражника. «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Вот этот «видящий», этот «роэ», что он видит? Он видит видение. Далеко-далеко город Вавилон, и вот этот самый Вавилон, стены его падают, враг его захватывает. И вместе с падением этих стен падают его идолы. Ваал, Вилл и все другие идолы. Мордук и прочие. И они разбиты, эти истуканы лежат. Десятый стих содержит следующий возглас. «О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Так заканчивается пророчество о пустыне Приморской. «Кто этот измолоченный и сын гумна моего?» «Моего» можно писать с большой буквы, если имеется в виду Господь. Можно писать с малой, если имеется в виду Пророк. В еврейском языке нет различия между большими и малыми буквами. И когда мы встречаем большие и малые буквы в местоимениях подобного рода в книгах пророков, вообще в Танахе, в еврейской Библии, мы должны понимать, что это тоже интерпретация. Когда дух, например, с маленькой буквы, то понимается, что это просто ветер, руах. Когда дух с большой буквы, переводчик интерпретирует как Духа Божьего. «Измолоченный» — это народ израильский. Молотить снопы с помощью молотила или железных досок со вставленными в днище этих досок камнями, обрабатывая таким образом пшеницу или ячмень, этот образ, этот метафор используется для наказания, для изображения наказания, угнетения народа. В прямом смысле тоже такое встречается в Священном Писании, использование этого. Например, говорится, что иудейский царь Давид под железные молотилки положил врагов, которых он захватил в плен. Также вспомним книгу Михея, где этот образ используется по отношению к персонифицированной иудеи. «Вставай, молоти, дева, цион». Прекрасный образ, замечательный. Вот здесь он используется тоже. Здесь метафорическое использование вот этого самого молотила, молодьбы и гумна. Вернусь немного еще к девятому стиху и скажу, что вот этот возглас «Пал, пал, Вавилон», он потом дважды будет повторяться в книге «Откровение Анна Богослова». И, может быть, даже стоит прочесть эти стихи. 14 стих, 8 глава книги «Откровение Иоанна», где говорится о Вавилоне. Вавилон у Иоанна олицетворяет не только Римскую империю, но вообще всякое государство, как апофеоз, зла, противящиеся Царству Божьему, земную власть, земные царства, государства, которые противятся Богу и Его власти на земле, Богоправлению. Они будут все низложены. И мы читаем в 14 главе 8 стихе «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином в луда своего напоил все народы». И еще однажды в 18 главе 2 стихе «Откровение» мы читаем «И воскликнул он сильно, иной ангел, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая», дальше курсивом слово «блудница», «сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». В греческом местоимение женского рода. К чему оно относится? К пристанищу, к нечистому духу, к птице. По-разному можно понять, но, скорее всего, относится все-таки к Вавилону. Города на еврейском языке, как мы знаем, все города, они женского рода, поэтому она, Иерусалим — это тоже она, Вавилон — она, Москва — это она, и Лиссабон — это тоже она. Итак, заканчивается 10 стихом пророчество о пустыне Приморской, это самом Мидбар Аям. И с 11 стиха звучит уже другое пророчество, пророчество о Думе. 11 стих — Маса Дума. Дума, точнее, это не государственная Дума, это город такой, Варави, Дума. Его... Вот о какой из Дум здесь говорится, их, по всей видимости, было две. Одна Дума находится в Аравии, на Аравийском полуострове, другая, чуть севернее, в Эдоме. Похоже, что речь идет о Северной Думе, потому что дальше говорится о Сеире. Сеир — это и есть Эдом. Сеир. В Аравии была Дума, которая часто локализуется в современном Эль-Джау, а вот была еще Дума в Сеире. Пророчество о Думе кричат мне с Сеира. Сеирское Нагоре, Сеир — это Эдом, это место обитания Идумеев, потомков Эсава. «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Вновь городская стена, этот образ городской стены, на нем, на этой стене стражник на сторожевой башне, и ему задается вопрос, «Сколько ночи?» Сторож отвечает, «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Вот этот самый сторож, Шомер, он говорит, что еще утро, скоро утро, но еще ночь. Самое трудное, самое тяжелое время, кто бывал в карауле, служил в армии, бывал в карауле, знает, что самое трудное стража, самое трудное время — это время перед наступлением рассвета. время уже после полуночи, когда ожидаешь, вот-вот появится аврора, первые проблески зари на черном небе. Небо начнет понемногу становиться серым, темно-синим, но пока оно еще темное, оно совершенно черное, ночное небо. И вот это самое тягостное время для караульного, для стражника, охранника. Тяжелое время. И вот тьма духовная сгустилась над народом израильским. Народ в плену, народ словно в темнице, узник в темной ночь, но приближается рассвет. Он приближается неотвратимо, как после всякой ночи наступает рассвет, так наступит и окончание иудейского плена. Но вообще это пророчество, одиннадцатый стих по семнадцатый, включительно, двадцать первой главы, содержит пророчество об Аравии. В тринадцатом стихе будет сказано пророчество об Аравии. Маса Баэрав. Кстати, через Эдом шла дорога в Аравию из святой земли Израиля. Наступает избавление пленных иудеев, наступает и суд над аравийскими племенами. Дальше они будут упоминаться. Кедарцы, деданцы — это аравийские племена. В лесу аравийском ночуйте, караваны деданские, где там на аравийском полостове леса. Климат меняется. Раньше там были не только степи и пустыни, но были и леса. Ну а когда-то уж совсем в далекую эпоху говорят геологи, природоведы, говорят, что и пустыня Сахара, на ней тоже в этой пустыне зеленели леса. А теперь там пустыня. Так меняется климат. Пустыня эта угрожающе растет, так же, как и аравийская пустыня. Песчаная. Ночуйте, караваны деданские. Дедан и, дальше еще будет говориться, Акидари — это племена, племена, обитавшие на аравийском полуострове. Караваны ночуют, караваны состоящие из верблюдов, купцы, потому что они следуют дальше, в Египет, в Арам или Вавилонию, куда бы то ни было, они направляются на север с южного аравийского полуострова. Кедар. О нем будет упоминаться дальше, между Арамой и Фемой. В 14 стихе говорится о живущих в земле Фемайской. Йошвей Эрец Тайма. Тайма. Стоит ли отождествлять с Тайманом, с Йеменом, или же речь идет о другом каком-то районе, или местности, или городе, непонятно. Но вот эти самые живущие, Йошвей Эрец Тайма, живущие в земле Тайма, к ним звучит призыв, они должны нести воды навстречу жаждущим и с хлебом встречать бегущих. Кто эти бегущие? Беженцы или это вестники, утомившиеся от долгой дороги, чтобы принести весть о лютой войне, которая вот-вот нагрянет. Ну, по всей видимости, это беженцы все-таки, потому что дальше говорится, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, от лютости войны. «Ибо так сказал мне Господь, говорит пророк, еще год, равный году наемничему, и вся слава Кедарова исчезнет». Кедар, Кедар, Кедар. Так, собственно говоря, и в еврейском тексте. В русском Кедар, в еврейском Кедар. Это тоже одно из аравийских племен, сродники деданцев, о которых говорилось в 13 стихе, караваны деданские. Кедар находится между Араном и Фемой. Царь кедарцев правил, как известно, в думе вот этой самой, не в государственной думе, а в городе Дума во времена Синнахирива. Деданцы и кедарцы, о них известно из истории Ашура, из истории ассирийцев. Саргон II совершал поход в Аравию. Ну, а потом вавилоняне тоже при Навуходоносоре, сам, собственно говоря, царь Навуходнецар, тоже совершал поход в Аравию. И, наконец, 17 стих. «И луков у храбрых сынов Кедара останется немного». Так сказал Господь, Бог Израилев. «Их армию очень сильно потреплют, вражеские войска, и останется немного у них, у храбрых сынов Кедара, не останется совсем немного оружия, луков. Лук использовался на войне часто, особенно у полукочевых или кочевых племен, у арабов, у аравийских племен в том числе. Так сказал Господь, Бог Израилев. Богу Израилеву есть дело до всех народов и до всех племен». А Кедар часто упоминается в Священном Писании у Иеремии или, например, в «Песне-песне», где невеста сравнивается с Кедаром. Кедарцы жили в темных, в черных шатрах, из черной овечьей шерсти. И вот мы читаем в книге «Песнь-песни Соломона» в Широширим мы читаем слова, которые Шуламид обращает к дщерям иерусалимским, к дочерям Иерусалима, к другим девам или к самому олицетворяемому, персонифицируемому городу, Святому Иерусалиму. И говорит, «Дщери иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кедарские, как завесы Соломоновы». Шатры кедарские, черные шатры, из черной овечьей шерсти, с ними сравнивает себя Шуламид, возлюбленная царя Шлому. Мы закончили чтение 21 главы книги Исаии. Запись делается для библейского портала «Экзегет». «Экзегет» Продолжение следует...